Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 717. События дня. Иисус Новин. 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот так. Что это означает? В точности выделяю слово. И да не отходит. Удивительно, как будто бы она, ну, живой организм какой-то приходит и уходит. За 29 ноября 2017 года. Ну, события какие? Утром раному приготовились, а к 8 часам уже пришёл КАМАЗ. КАМАЗ с прицепом. Ну, Роман тут много накупил, что в Потеряевку везти. Тут была жесть, у нас маленько припрятана крышу крылья, осталось там что или не крылья. Ну, короче, ребята говорят, ну, утром мы вытащим. Я говорю, нет, надо с вечера приготовить. Неизвестно, какая погода. А они завалены, под дровами лежали. Может, сколько лет-то, может, лет 5. Такая, как в виде череписы крыша. Это жесть, длинные, 6-ти метровые листы. Ну, и вечером мы успели это сделать. Ночью оставили во дворе. Ну, я там знаки сделал, что не ухутащит, потому что везде всё ворует. Ну, такие признаки поставил. Ладно, пришла машина, стали грузить. Всё это заснято, будет показано. Ну, я и уехал, и уехал тут. Роман на своей машине отремонтировали. У него джип называется. Ну, и вот этот поехал, шофёр Юрий. Договорились за 12 тысяч. Ну, Роман, туда я тебе говорю, давай пополам, Роман. Ты туда, а я обратно с дровами. Это и по 6 тысяч. Шофёр согласился, всё. Ну, и сам помогает, шофёр, всё это. Грузить большие бахи тут было. Хороший шофёр-то. Ну, я завёл, показал, как у нас здесь церковь. Подарил ему книгу к истинному православию. Визитку. Ну, день хороший. И там, как по Теряевке было, я отдал Володе видеопарад, чтобы он там снимал и всё снял. И вечером приехали в темноте, и то там продолжали снимать. В темноте даже. Когда подъезжали, я тут по наружке всё, наружное наблюдение заснял. Видно, как прощались, и даже деньги как передавали, чтобы не был я. А безопасен. Система помогает нам хорошее отношение содержать. Вот день такой и был. Ну, я-то один здесь оставался. Тут на территории. Тут разбросано было, что когда доставали, жесть. Теперь я один всё убирал, носил, дорога была. И он приехал и завалил тут дровами. Прицеп, КАМАЗ, это много. Ну, с палаткой сверху задёрнута. Я думал, что они сделают с бугром. Ну, нет. Они поменьше, но, видимо, ему по-другому нельзя. Надо побоялся. Он за дровами-то смотрит. Где брали, украли там. Ну, батюшка им выписал справку. Потеряю, такую печать синюю поставил. Всё закончилось хорошо. Но тут ещё одно дело. Один человек, хороший человек для меня, но он не такого мнения там. Просто, видимо, так предполагаю, относится предвзято к Сложеницыну. И там выпустили ролик «Предатель» там о предателях. Там и прочее такое. Гнусный ролик. Ну, я его всё знаю, уже не раз смотрел. Я тогда стал смотреть. Архипелаг ГУЛАГ. Взял, зарядил в гугле. Архипелаг ГУЛАГ, Игнатий Лапкин. Два слова. У-у-у, там сколько это. То, что моя начитка распространена. Прям много. Ну, я восемь выбрал для себя, для памяти. Восемь страниц. Разные люди. И везде там разные отзывы. Всё разное. Ну, в одном месте она так, карта страны. Я всех спросил, не будет ли это, что я взял оттуда-то. Так это мой материал. Мой, я начитываю. Я его перетащил к себе. Всё благополучно. Претензий никаких нету от Ютуба. Да и быть не могло. Ну, по глупости там где-то могло. Ну, и оказалось 76 файлов. 76 объяснено. Звучание хорошее. Прямо хорошее. Чистое. Вот даже могу сейчас вот показать. Немножко хотя бы где-то. Ну, вот сейчас стоит. Где у нас тут? А вот архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Вот уже сегодня поставил. 42 человека. А там за 4 года. Ну, не так. Знаемые, всё это были голоса тех самых бесхребётных и хлипких интеллигентов. На собрании Ленинградского политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался. Он, видите, вообще противник смертной казни. Это, видите ли, на языке науки необратимый процесс. И тут же посажен. Студент Дима Алицкий воздержался и тут же посажен. И всё же эти протесты заглохли при самом начале. Понятно. Это власть хорошая была, советская. Сейчас, говорят, репрессий не было. Я говорю, не было. В Алтае сейчас выпустили книги. Сколько их там, я знаю, 7 было определённо выпущено. Огромные, толстые книги. Жертвы репрессий. Перечисляли. Две строчки человек, две строчки человек. Огромные тома, палеанты. И везде. 2 миллиона 700 тысяч только сидело при смерти Сталина. Так это он сколько раз оборот по два? Там десяток раз. Куда выйдет-то? Только внутри потери составляли. Внутри без войны всё это насчитали. Там 66 миллионов. Это ужас один. И нет ничего, нет. Ну вот он тронул меня. Я это оттуда перекачал. Сейчас выставляю. Оттуда подумал, а нельзя ли мне... У меня златоуст начитан, 12 томов. Нигде в интернете этого нет по сей день. А он где-то есть там у меня стоит. Никто из сайта не знает. Зарядил. Златоуст Игнатий Лапкины в Ютубе. И сразу вышел. Вышел. О, там, оказывается, его растянули. Люди работают. Ну, раз работают, значит, надо искать. Я начал тогда искать, где златоуст. Где он у меня тут есть? Как его там оформили-то? Ну, нашёл. Оказывается, искать не надо. Он у меня в архиве лежит. Крещковский с Америки прислал. А я его открыл. И мне показалось, ну и всё. Что тут дальше-то? Оказывается, не всё. Надо знать просто, где. Как он златоуст выглядит. А тут и начинает сейчас улучшать звук. Бог посылает, даёт людей, которые могли бы помогать. Вот он, Крещковский. Знаете ли вы, я получил вот это 12 строчек. Ну и что? Добрый день. Мне хочется знать, вам это известно? Крещковский. Это мне спрашивает Андрей. Ещё известно златоуст. Я вот так взял, ткнул первую встречную. Вот так вот. О, Златоуст. Но ещё тут не знать, о чём говорится. Беседа в Тарде я насчитывал, знаю. Я так продёрнул, посмотрел, сколько файлов вот в одном томе. 102 файла. Ну я даже не стал ни одного трогать-то. А это, оказывается, ролики, составленные с Пурио на праздник Святого Богоявления. Я тогда сейчас вот так вот ткнул. Ба! Так это... Это что ж получается-то? Да выходят уже ролики готовы. На праздник Святого Богоявления. Источник евангельских учений имеет отверстие потоки. Если кто-либо, испытывая жажду, нет от этого источника, он получает себе жизнь. Вон как. Оказывается, у меня есть, я по интернету говорю, кто бы сделал так. Я больше года держал. Выбрасываю всё, что у меня есть. Почта. Ну, вот в моём мире очень удобно. Вот почта. Вот покажу как. И вот почту заходишь, вот сколько сегодня у меня было. Ну, 10, допустим, видео. Сейчас я посмотрю. Раз. Та, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Значит, ещё один выходит не отметился. Или как, почему девять, не знаю. Ну, видимо, так. Было девять. Я теперь их удаляю. Но остаётся здесь три. Андрей Кричковский. Кричков – это из Америки. Андрей Сесинис – это Великобритания. И Отец Наум. Грандиозные там снимки, прекрасные. И я их не выбрасываю. Они всё время торчат здесь. Здесь остаются. Больше года. И больше года я ни разу больше туда не заглянул. Но я понял, что хорошее, что он сделал. Кричковский для кого-то. А что именно я воспользуюсь. Я даже не иду. Малпёток откнул. И вот они и идут. Я их пересчитал. 1265 файлов. Это у меня новых 1265 роликов будет. Но есть, что послушать-то. До этого уже писали. У вас даже в церкви, в храме читают. Златоусство-то. Ну, никак не слушается. Вот вы сами насчитайте. Точно так, когда я 12 томов озвучивал. И вот получилось так. Вот они всё здесь есть. Все. О, вон что. А это Си Синист пишет. Благословенный. Очень рад вашему ответу. Это Баптист. Благословенный брат с большой буквы Игнатий Тихонович. Ну, и далее он пишет. Там я оставлял Великобританию. Отдельно на Шотландии. Отдельно на Ирландию. Полный комплект. Это 38 книг. Для королевы Великобритании. И там всё это уже. Мы не распространяли. Машина сломалась. Уже всё у нас были. Документы оформлены. И вот он оставил это. И вот об Иерусалиме. Он грандиозно. Вот так. Ну, какого числа он мне прислал только. Прислал. В 2015 году, 25 апреля. Вот только нажать. Вот так грандиозно. И открывается. Пользователь. Эдуард Бляхер. Весь Иерусалим. В сотнях фотографий. Отличного качества. Ну, я взял да и нажал. А-а-а. Вон что открывается. Посмотри. Отдельно. Новые. Ночные фотографии. Старый город. Церкви и монастыри. Центр города. То есть это заголовок. То есть плейлисты. Ночные фотографии. Люди. Храм Гроба Господня. Эйн Керем. Даже не знаю, что это такое. Стена плаща. Зима. Пейзажные фотографии. Стены вокруг старого города. Снег. Мусульманский квартал. Другие. Восточный Иерусалим. Масличная гора. Гостиница Иерусалима. Демонстрации. Природа. Христианский квартал. Зоопарк. Архитектурные памятники. Вот. Ткнул. Вот они теперь идут. Понятно. Все это сделано. Звери в Иерусалимском. Какие-то тут змеи. Что тут у него есть. Ну вот я просто показываю где. И вот. Тут конца края нет. Вот только перейдем. Я сейчас буду продвигать. Вот ботанический сад. И сейчас вперед продвину. Вот тут посчитайте. Посмотрите. Сколько папок. Армянский квартал. Тут осень. Явно что ни одного дня. Здесь дня работа. Рисунки. Вот глядите. Раз в четыре кубика. Четыре. Это не кубик даже назвать. А здесь столбца. Вот. Я сейчас даже покажу. Я даже не знал сколько здесь. Гонен. Шалом. День памяти. Но даже можно просчитать. Раз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37. 38, 39, 40, 41. Вот старый город. 41. Что тут почему не идет дальше-то? Не знаю. 41. Ну, видимо, все так и есть. 41. Ну, на четырежды 164, 165. А фотографии 3,984. 3,984. Ну, и хорошее. Мусульманский квартал, гостиница Иерусалима, демонстрация. Вот я воткнул только. И вот в начале демонстрации. Вот они идут. С влагами люди где-то. А внизу тут уже дальше показывают, сколько именно фотограф. Такое-то. Вот они идут. Вот как все делают. Ну, хорошее качество-то. Это еще, что можно сказать-то. Демонстрации. Вот конкретно. Конкретно. Видите, какие обмазанные. Тут никому, правительством это не мешает. Вот. А внизу вот оно показано. Демонстрация. Это я просто открыл где. Тут, видимо, полицейские стоят в ряд. Какое-то здание. Все-то на машине. Вот такая. То есть человек нашел, можно сказать, себя в этом. Какие фотографии. Я никуда не выбрасываю. К чего я начал-то, что я держу ее у себя. И вот эти четыре. Оказалось, что одна из них как раз вот Андрей Кричковский. И теперь мне для Златоуста ничего не надо. Я его начал выставлять. И вдруг сегодня, вот прямо сейчас, только что вышел на меня один, это что-то читал Аху Акбар, русскому парню. Кто-то выставляет ролики какой-то Эммануэл. Это я не смотрю даже. Кое-что посмотрел, меня не касается там такого. И вот нашелся человек, который решил помогать. Новиков Сергей Александрович, вот тут еще один сейчас спрашивает меня, как помочь Сергея Евтушенко. Улучшить качество записи Златоуста. Ну, пожалуйста. Бог дает помощников. Я благодарю Бога, что откликнулись некоторые. Рустам пишет. Мой вопрос к Сергею Игнатову из города Углидар, Донецкая Народная Республика. Сколько у вас есть верующих людей рядом, которых вы знаете? У меня предложение к вам. Нужно со временем собраться и оговорить все ключевые моменты, которые касаются создания общины и просветительной работы, евангелизации. Ответа не поступило. На этом наше общение кончилось. Не знаю почему и как. Я Сергея Игнатова знаю. Он еще раз был, приезжал, поработал. Галина Авреско. Мир вам. Да, Игнатий Тихонович, вот этот журнал «Новый мир» держу в руках с книгой «Второе архипелага». Лет 20 назад осилил лишь первую книгу. Почему? А потому что сердце мое входило в инфаркт от свидетельства очевидцев, божьего меча над родиной моей. Только что прочитал о золотоволнистом шведе Андерсене. Подумалось, а он оставил ли после себя какое-нибудь кому свидетельство о фашистах-гулаговцах? А если данные об амнистии 1953 года, сколько людей из всех арестованных 1958 года вышли живыми? Почему Гага молчит и наши? Так что сегодня еще хорошо живем. Время для благовестия Евангелия настало. И вновь столько преград. Воистину претерпевший до конца спасется. Жертва и милость. Милость – жертва. Каким образом эти слова Бога и у апостола? Пишет Матфея 30.13. И у пророка Осии 6.6. И возможно ли отнести к кровавым репрессиям большей части лучших генов в русских? Вопрос к вам, мой отец духовный. Аминь. Ну, я говорю, Матфея. В Матфея нету нигде такого. Пророк есть, а этот апостол, а его нигде написанного ничего нет. И тем более там в 28 глав, а тут 30. Она говорит, это зачало, зачало. Да зачем они говорят, зачало-то? Зачало – это перекоп Аммония. И по ним как бы главы стих не было или не признают. Я тут до конца все и не понял. А переписывались? Ну, что я, я откуда, знания-то мои, если есть, только из того, что насчитал, и то, что сам прошел ГУЛАГ этот. Юрий Соболев. Мир вам, Магдан Тихонович. Посмотрел вашу беседу с женщиной из Казани. Ваша речь в ролике – это такая сила, образец мотивационной речи, поддержки в тяжелой ситуации в духе Евангелия. Ролик не просто понравился. Если вашу речь вырезать и дать в форме монолога, это заряд духовный на каждый день, вопреки всем сложностям. Воистину знать, когда, кому, что и как сказать. Только действием Духа Святого, а разумом где-нибудь дальше бьешься. Спаси вас, Христос. Я отвечаю. Этот Кричковский у меня на почте засох. Все выкидываю разно ежедневно, а от него это оставляю нетронутым. Второй от отца Наума с фото Иерусалимским из Великобритании, нетронутый, в открытой почте стоит. Зачем? Просто как-то рука не поднялась письма эти в казино выбросить-то. Почему? Не знаю. А это все у меня есть. Я посмотрел и не открывал по файлам, подумал, что просто выстроил человек пропадью, вряд ли все. Тогда я файлы буду называть и нумеровать, и выставлять с завтрашнего же числа. Архипелагулах и Библию закачивать буду сам. Файлы в аудио и небольшие, по полчаса, с лишним чуть. И теперь потяну и златоустовские сокровища на показ. Володя с Романом где-то в пути на Потеряевку наняли КАМАЗ с прицепом за дровами. А тут Роман загрузил для строительства своим материалом. Видимо, и Никита явится сегодня же. Николай Настев. Здравствуйте, Игнатий. Это Николай Настев. Есть ли возможность пожить у вас в общине? Хочу к вам в послушание о себе, воспитанной женщинами. Ничего не умею, но хочу исправиться. Вижу вы строги, особенно к себе. Хочу научиться этим христианским качествам. Ищу такого наставника, который бы выбил из меня всю дурь. Напишите, что для этого нужно. Пожалуйста. Никита стоит и даже могу повернуть, чтобы вы поверили, что Никита у меня приехал. Где Никита? Вон он. Видишь, стоит рядом, слушает, как моряк. Вот. Я говорю. У нас с 4.40 по местному подъем молитва, чтение Слово Божие. Почти весь день меня тут сегодня не будет. Привези дрова из Потеряевки вчера ночью. И будем складывать. Их растянули тут по территории. То есть, кому отвечаю, я не знаю. Рустам. Русский народ своим молчанием и хладнокровным, своим двоедушием и лояльностью, нейтральностью к Богу, к церкви, друг к другу, своим предательством заслуживает только одного правителя. Сильного и жестокого-жестокого, чтобы взял их в ежовые рукавицы. И руками народа мог придушить даже самого Антихриста, который сядет в храме иудейском, реконструированном по макету храма царя Соломона, а не в церкви. Так как написано, и врата ада не одолеют ее. О, какой боевой парень. Сергей Евтушенко. Игнать Тихонов взял на себя смелость подправить ваше аудио по файлу, файлы по Яну Златоусту. Дело это не быстрое. Поэтому решил для начала сделать несколько файлов из первого тома. Качество стало лучше. Создал два пробных видео на своем, в кавычках, канале, чтобы вы прослушали и оценили разницу, стоит ли все файлы править. Если стоит, то буду по мере возможности сбрасывать вам и видео, и аудио, чтобы вы их размещали у себя. Ссылки на отреставрированное звучание в видеоформате вот здесь. Вот показал. Так у него другой почему-то. Я тут определил потом. Отвечаю. Мне сразу не просто определить, лучше или такое же. Только знаю, что отделить шумы от записи на граммпластинках очень трудно. Даже записи Ульянова и других не могут очистить от щелчков и прочих шумов. Делайте. А где вы берете основу? То есть откуда берете оригинал? С сайта или с нашего видеоканала? Вот. Кто-то тут зашел. В то время я сейчас гляну. Может быть он. Да нет. Это вот выбрасывает. Такие русскому парню. Все такое. Это какое-то Эммануилом называется. И непрерывно выбрасывает. Вбрасывает. Все тут. Еще не прочитаешь. Ну вот так. Дальше будет переписка. Мы это все узнаем. Но как всегда хочется показать свои ресурсы. Вот. Это мой мир. Вот. Вот. Вероника. Сваровская. Вероника. Празднует день рождения. Я выхожу на нее. И есть. Скидываю материал о крещении. А там. Орния рождения. Не надо исправлять. А надо молиться только. И тут заслуги наши никакой нету. Вот так делается. Это вот моя страница. Вот она какая. Тут кто-то. Вот это вот. Залепили. Тут наверное никак не убрать. Королевская битва. Совершенно бесплатно. Или можно. А. Убрал. Вот. И вот теперь сюда. Это мой мир. Тут легко по почте переписывается. Ленточный наш форум. Вот он форум православный. 1600 тем. И дальше. Видеоканал. Вот наш православный видеоканал. Ну и все тут помаленьку движется. Подписчиков 9529. И просмотров 9 миллионов 287 тысяч 385. Да это для какого-нибудь Игоря Растеряева на один день посещения только. Но у нас клиенты непроходимы. Не так как проходимцы. Пришли, ушли. Вот сегодня я поставил. Сейчас я обновлю. Посмотрю. Сколько? Правильно, неправильно. Посещаемость вовсе маленькая. За 4 часа 23 просмотра. Вот архив Святая Библия. Другой архив. Тут качество лидера. Тут побольше. 55. Про Надежду Васильевну. Тут 50. Вот. Я за 17. Дрессировщик пострадал от хорошей собаки. 87. Тут интересно. Вот я сравниваю это с тем, что я везу голуби редкой породы, а детей везу в автобусе. Милиция. Главное. Ну, управление. Краевое дает мне автобус. Милиция. Уже утром отправляться. В это время является тут капитан или кто женщина и говорит. Ну, надо что-то сделать, подписать, чтобы две сопроводительные машины были. Одна спереди, другая сзади. Да зачем же? Дорога-то такая полупустая. Не надо. То есть, заботятся. Ну, я из коробочки достал голубя ребятам, показываю, чтобы детей-то занять. Ехать 2,5-3 часа до Потеряевки из Барнула. 156 километров-то. Ну, они глядят такие неинтересные, скучные. Я вижу, прям сонные. А проезжая мимо аэродрома, я показываю. Смотрите, сколько вертолетов стоит. Самолетов. Аэропорт. Тоже они интересуются. Ну, вот голубя я держу, и голубь по мёд обронил, какнул. Как они все засмеялись, весёлые зашевелились. Всё-то так понятно, что он и делает это, и он это делает тоже. В штанишки не ложит, а тоже куда-то носит. И вот сразу заговорили, пробудил всё одной какашкой. Вот это вот всё и показывает. А говорю о Боге, ноль внимания. Вот здесь Святая Библия. Вот, аудиокнига. За 4 часа 19. Архипелаг ГУЛАГ за это же время 45. Ну, тут даже толковать нечего. Ну, Библия с вечера была. 17 часов 135 просмотров. Ну, какое-то. Вот так люди не интересуются этим. Во свете Библии православный библейский сайт. Вот он тут, православный библейский сайт. Так что, православный библейский сайт можно смотреть, с него брать. Тут аудио есть. А что ещё есть? Кто-то бы ещё зашёл, вот звук и видео, вот звук и видео, я нажал. И тут есть творение, это «Житие святых» 12 книг. Вот я его нажимаю, и у меня выбрано по векам. Первый, второй, третий. Тут зайти можно найти «Житие святых». Один специалист сделал 1173 жития. 1173. Но он сделал где-то 300 примера роликов. Даже не на каждый день. И говорит, очень трудно делать и прочее. А кто бы взялся? Выловить, какие у меня там выставлены по числам. Ну, найти какую-то систему. И остальные приготовить в виде видеороликов, как я показываю. Ну, вот не знаю, кто найдётся или не найдётся. Я объявляю здесь. Видимо, здесь людей-то мало, кто смотрит. Ну, и задать вопросы мне задают. Это я в университете. Вот так называется сейчас государство. То есть, это десятая папка на нашем библейском сайте. Ну, сейчас я прочитаю. Вопрос 2783, 13-й том, открытым оком. Теперь пишут, что небоскрёбы в Америке свалили сами же спецслужбы американские, чтобы начать вторжение на Востоке, что и видим ныне. А взрывы в Москве, и эта непонятная война в Чечне, это не делали рук наших спецслужб? Ой-ой-ой. Вот это вопрос. И вот так два друга тут решили они всё это опубликовать. И лодку курс предали. И прочее такое. И у нас тут тоже взрывают сами свои спецслужбы. Литвиненко. Там Филькенштейн какой-то двое пишут об этом. Книга такая продавалась свободно. Ответ. Подлинная картина будет развернута только на суде Божьем. Но и сегодня уже немало есть материалов, которые подтверждают ваши мысли. По одному содержанию можно понять, о чём хотя бы вот одна только книга сия. Александр Литвиненко и Юрий Фельштинский. Правильно. ФСБ взрывает Россию. Федеральная служба безопасности. Организатор террористических актов, похищений и убийств. Издание второе. Исправленное и дополненное. Вот оно дальше идёт. Какая страница. Нью-Йорк, где издали, телефоны, содержание. Спецслужбы разжигают войну в Чечне. Шабаш спецслужб. Мур против ФСБ. Провал ФСБ в Рязани. ФСБ прибегает к массовому террору. Бойнакс. Дальше. ФСБ против народа. Создание подконтрольных ФСБ внештатных спецгрупп. На странице 190. Дальше. ФСБ организует заказные убийства. 200 страниц. Спецслужбы похищения людей. Реформируют или распустят ФСБ. Президент Чечни Масхадов о взрывах домов. В феврале. Перевод с английского. Заявление общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске. И учений в Рязани в сентябре 1990. Книга ФСБ взрывает Россию. Факты или версии. Стенограмма слушания общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волгодонске. И проведение учений в городе Рязани в сентябре 1999 года. Телемост Москва. Лондон. За 25 июля 2002 года. Война на уничтожение свидетелей. Историк Юрий Фельштинский. О частном расследовании теракта в Москве. Волгодонске и Буйнакске. Чекулин. Теракты 1999 года. Чем взрывали? За что арестован бывший подполковник? Фельштинский. Подробинник. Конфискации тиража книги. ФСБ взрывает Россию. Эхо Москвы. А дальше все. 444-я страница. Видимо, она такой величины книга. Осия. Клятва и обман. Убийство и родство и прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием. Осия 4.2. Исайя 5.7. В винограднии Господа Саваофа есть дом Израилев. Ему же Иуда любимое насаждение его. И ждал он правосудия. Но вот кровопролитие. Ждал правды. И вот вопль. Там правды нет. Ифисянам 5.12. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Иоанн 3.21. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Ифисянам 5.13. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Иоанна 3.20. Типа всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обречились дела его, потому что они злые. Тихотворение. Патология нынче наука в законе. Любое уродство уже не в кунсткамере. Какими должны быть, до смерти не вспомнили. Держащихся моды лукавый пожаривал. Разрезы на юбках, высокий каблук и в брюки мужские залезшая женщина. Что мерзость и гнусность, то славится вслух, а правде святой только мысленно шепчется. Век патологии, грех полиглотов. Сумевшие грехи всего мира собрать. С бесстыством, безнравственность с детства проглотят. Но будет короткий, преступным кровать. Короткой. Так редко, но встретишься ты с христианкой. Она без прикрас, без ненужных сережек. Стоит в длинном платье и кажется странным, как можно носить, что сравнее и дороже. Естественно, значит, с природой на пару. Во всем натуральность, как Бог сотворил. Скромность украшена юность и старость. Ненужные траты на хитрость и грим. Кровавою краскою рты полыхают, знаменем гиенского крика в огне. Итак, патология, штука плохая. И я не случайно напомнил о ней. За все извращения нам отвечать. Сожженную совесть придется почистить. Не восковая же в храме свяща. Торговля лютует в корысти нечистой. Ума, патология, числится нормой. Трещат на церковно-славянском прокимны. Поют непонятные клиросы, хоры поролых Христос супротивных. Святейшее слово от Иеговы звучит пусть не только по храмам святейшим. Сорвем благочестием бесстыдство покровы. Слугой у души быть, не плоть свою тешить. 1 июля 2005 года. Я еще стихи писал, а уже в шестом закончил. Но уже 11 лет, ни одного стихотворения не написал. Мне это не надо. Ну вот, считаю, что на сегодня хватит.